В этом фильме мы будем изучать поиск объектов в Active Directory. Мы уже знаем, как создавать объекты в Active Directory. Давайте вспомним, что мы умеем создавать в Active Directory. Мы умеем создавать единицы организации, OU, учётные записи пользователей, user accounts, group accounts, computer accounts. Мы ещё не умеем создавать объекты типа share или print device, то есть принтер или mailbox или контакт. Но это мы ещё научимся создавать. Но важно не только уметь создавать объекты, но также уметь и найти их после этого, потому что когда-нибудь будет очень много пользователей и групп и так далее, и наступает пора, когда вы хотите найти, например, какого-то отдельного пользователя или всех пользователей из отдела продаж, то есть объекты с каким-то общим качеством. И всё это было бы практически невозможно, если бы не движок поиска, который мы получаем вместе с Active Directory, и как раз о нём данный фильм. Впрочем, фильм не только об этом. Замечательно то в механизме поиска Active Directory, что мы можем сохранить объект запрос поиска, то есть я могу запомнить запрос поиска, который ищет всех людей из отдела продаж или запрос, который ищет все файловые серверы и так далее. И когда у меня есть все эти запросы, когда я захочу поискать объекты этих запросов, мне не нужно будет снова заходить в поиск. Но нажатие на этот объект сразу представит мне данные, которые я ищу. Все те объекты, которые он нашёл. И есть даже ещё одно замечательное свойство. Что же произойдёт, когда мы добавляем новый объект в Active Directory с теми же свойствами, которые подходят под объекты запросов поиска? Замечательно то, что эти объекты, они присоединятся к результатам поиска, которые были там. Мы увидим, как это всё работает. А также сохранённые запросы можно ещё и экспортировать, чтобы кто-то другой воспользовался моим поиском в Active Directory. Лишь вообразите этот принцип. Я просто ищу всякие списки, имена, должности. И можно использовать этот запрос в другой Active Directory. Или же лишь на другом сервере Domain Controller. То есть можно экспортировать и импортировать запросы поиска. Вскоре вы увидите это всё в работе. Один совет. Когда вы ищите какой-то объект, задайте как можно больше характеристик этого объекта. Если, например, это пользователи, как можно больше его характеристик видите, где он живёт, его телефон, должность, e-mail, всё, что вы знаете. Чем больше информации вы дадите об этом объекте, тем лучше будет. С таким подходом к поиску вам будет гораздо легче жить. Итак, давайте же теперь приступим к поиску в Active Directory. Как вы помните, в нашей лаборатории лишь один сервер Domain Controller. И он управляет нашей Active Directory и Forest'ом. Их у нас по одному. И вот он, наш Domain. Practicu.local. Прежде чем мы приступим непосредственно к поиску, я хочу вам показать, как я систематизировал, упорядочил Active Directory так, чтобы оно наиболее наглядно отражало организацию. Впрочем, у нас ещё будет отдельный фильм о планировании, о построении Active Directory. Это может показаться звучащим тривиально, типа, что мне нужно несколько OU и несколько юзеров. Совсем всё не так. Чем вы лучше всё спланируете, выстроите, тем легче потом будет управлять. И вот как я выстроил Active Directory так, чтобы оно наиболее наглядно отразило наше строение, организация. У нас есть отделение, которое называется Haifa. Ещё у нас есть отделение, которое называется Тель-Авив. А внутри этих отделений, которые обозначают географические местоположения, у меня также есть отделы. Они символизируют род деятельности. Отделы по должностям. У меня есть HR. Ещё есть Haifa Servers. Отделы экспорта и импорта. Как в жизни. Отдел связей, IT. Отдел IT тоже разделён на подотделы Helpdesk и SysAdmin. И Helpdesk тоже разделён на Helpdesk PC и Helpdesk User. Дорогие зрители, нельзя переоценить правильное планирование Active Directory. Это обеспечит гораздо более гибкое управление. А также вы сможете использовать все возможности, которые заключены в Active Directory. И если же это не будет так систематизировано всё, то огромную часть возможностей Active Directory вы просто не сможете задействовать возможностей управления. И это очень важно. Речь не идёт о каких-то эстетических критериях. Вот у меня отдел продаж. Sales Personal, Sales Personal PC и так далее и тому подобное. Вот он, очень важный совет. Правильно планируйте Active Directory, чтобы она отражала строение организации. А теперь давайте, собственно, приступим к поиску. Правый клик на Домейне. И тут есть Find. Открывается вот это вот окно. И вы можете видеть с левой стороны механизм простейшего тривиального поиска. Users Contacts and Groups. А справа где я хочу искать? Давайте же попробуем изгостить поиск все юзеров, все группы, без каких-либо уточняющих данных. Просто нажмём Find. И вот он мне нашёл всех юзеров, все группы и все контакты. Давайте упорядочим это по типу. И вот Contact, Group, User и так далее. Обратите внимание, что я могу искать образом более drill-down. Я могу подняться на более высокий уровень Entire Directory, что в данном случае не имеет значения, потому что вся моя Entire Directory состоит из одного всего лишь домейна. Если бы у меня здесь были child-домейны, то я бы мог искать на самом верхнем уровне. Или же сделать drill-down до какого-то конкретного домейна. Но при одном домейне это не важно. Обратите внимание, я получаю тот же результат. Ну что, если я хочу поискать в определённом OU? Для этого необходимо нажать тут на Browse справа. И тогда можно произвести поиск drill-down по хайфе. И я жму на Find. И вуаля, я нахожу все контакты, users, groups. В моём случае это всего один юзер и одна группа в OU, принадлежащая хайфе. Давайте же теперь сделаем поиск по Тель-Авиву, Browse. Выберем Тель-Авив. И он мне находит гораздо больше объектов, групп, юзеров, как видите, и также контакт. Итак, у нас есть видео.